Я в школе учился с 1962 года, по 1966. Жил у бабушки. В это время здесь занимались люди животноводством и пчеловодством. В этом районе где-то было 24 пасеки. В этом районе было здесь по животноводству отделение Бухтарминского совхоза. Люди занимались в основном животноводством. Скотники кормили скот. Женщины поили телят. И в основном были доярками, работали. Отец родился у меня здесь, а мать она в России, с Рязанской области. Здесь нам интересно было маленьким. Был магазин. В магазине все было для людей, что надо. И одежда, и что хочешь. И сахар, и мука. Все было. Во все времена манил путешественника Бухтарминский край. Манил своей красотой, загадочностью, неприступностью потаенных уголков, коих скрывал он не один десяток. Уединенный оазис среди степей и горных кряжей Алтая, этот прообраз таинственного беловодья надолго стал местом поселения старообрядцев, ссыльных поляков, солдат, крестьян и горнозаводских рабочих, искавших свободной и вольной жизни. При этом у поселенцев, получивших название «Бухтарминские каменщики», сложился своеобразный уклад жизни собственными неписанными, но строго исполнявшимися законами и правилами. Беглецы искали места с благоприятными условиями для развития хлебопашества, скотоводства, земледелия и иного промысла, образовывали небольшие поселения, большая часть из которых на сегодняшний день утрачена, как в физическом, так и в документальном смысле этого слова. Единственное, что может воссоздать картину тех далеких лет, это воспоминания людей, так или иначе связанных с такими местами, либо же, если повезет, старые архивные сведения, в основном относящиеся к периоду становления советской власти. Прикоснуться вживую к истории сегодня не так уж и просто. И дело вовсе не в отдаленности и труднодоступности мест расположения забытых поселений. Добраться доберешься. Вопрос лишь в том, что найдешь ты в том месте, где много лет назад нашли свой кусочек земли и свободы, те люди, которых сегодня называют киржаками, староверами или же просто бухтарминскими каменщиками. Первой точкой увлекательнейшего путешествия, оставившего в памяти массу светлых воспоминаний, стало село Чистополька, а точнее то место, где оно некогда располагалось. Спустившись с горного перевала в низину вслед за стальными проводниками, несущими на своих плечах тяжелые провода с электричеством, останавливаю машину и осматриваюсь вокруг. За небольшим ручьем слева мелькнула крыша домика, забор, остатки сельскохозяйственной техники. Через ручей перекинут стальной трос, закрепленный между двух ив и за много лет впившийся в их стволы на несколько сантиметров. Отложив знакомство с домиком, въезжаю на открытое пространство. Внимание мое привлекла весьма символичная беседка, расположенная близ трех громадных ив. Решаю сделать здесь небольшую остановку, выпить кружку чая, перекусить, а затем разведать местность, хотя на первый взгляд кажется, что разведывать здесь нечего, кругом лишь одна трава по пояс. Сомнения мои развеяла неожиданная встреча. Оказалось, что за взгорком неподалеку отсюда сохранилось два домика, одному из которых порядка двухсот лет. Живут в них пасечники, исключительно благодаря которым эти места еще хранят частичку канувшего в историю села, которое, как выяснится позднее, было довольно крупным населенным пунктом и существовало фактически автономно. В том смысле, что жить здесь можно было круглый год, никуда не выезжая. Нужды ни в чем не было. Поднимаюсь на взгорок. Из-за высокой травы выглянула крыша старого домика, крытая по видавшим время шифером. С каким-то трепетом в груди останавливаюсь. Тишина. Лишь вольный ветер гуляет в проводах, неестественно смотрящихся на фоне горных пейзажей стальных столбов линий электропередач, от которых, как это ни странно, не тянется ни одного проводочка, к тому домику. С самим домиком, или же, не побоюсь этого слова, рукотворным памятником истории, познакомимся немного позже. Уж больно сильное впечатление произвел на меня этот маленький уголок жизни, оставшийся в напоминании нам о том, кем мы были и кем стали сейчас. Не каждый сможет понять ту мысль, которая родилась в глубине моей души и которую пытаюсь донести я в этом фильме. Пока же прогуляемся по близлежащим окрестностям. В самый разгар лета увидеть здесь что-либо довольно сложно. Высокая трава хорошо скрывает почти сравнявшиеся с землей остатки домов и хозпостроек. Быть может, весной картина здесь иная. Сейчас же лишь кое-где можно разглядеть осыпавшийся фундамент или же небольшой холмик, возвышенность, на которой явно стоял какой-то дом или строение. Примечаю в стороне несколько сбившихся вместе березок. Явный признак того, что там мог стоять дом. Сегодня, кроме разбросанных досок, предметов быта до небольшого строения, чем-то напоминающего баню, нежели жилое помещение, здесь ничего не осталось. Немного ниже ведет едва различимая колея, заметная по примятой траве. Как выяснилось, там, в низинке, находятся посадки картофеля, мощные стебли и сочный зеленый цвет которого свидетельствуют о плодородности почвы и благоприятных условиях для его разведения. Вообще же, весьма интересно созерцать картину сожительства природы и человека. Несмотря на всю свою силу и могущество, не в силах последним взять у природы больше, чем сможет. Знакомлюсь с хозяином домика-экспоната под открытым небом, Александром и его семьей, которые меня радушно встретили, накормили и напоили чаем с вкуснейшим медом, откачанным буквально перед моим визитом. Временно загоняя Уаску в ограду, поближе к своему родственнику, договорившись с Александром встретиться завтрашним днем и познакомиться с домом, которому каким-то чудом и заботой его хозяев удалось дожить до наших дней, отправляясь прогуляться и осмотреть местность, где когда-то давно жили люди, потомки тех беглецов, искавших свободу вольных людей. Размеренно и неспеша плывут по небу пушистые облака, с высоты птичьего полета, наблюдая за тем, что происходит внизу, на земле. Их размеренное шествие по голубому небосводу чем-то напомнило мне течение времени. Случаются дни, когда время течет так же размеренно и спокойно, а бывает, что будто бы движимое невидимой силой, летит оно стремительно и незаметно, безвозвратно растворяясь в уходящем дне. Погруженный в свои мысли замечаю в стороне от дороги несколько заброшенных могилок. Подойдя поближе, за небольшим деревцем нахожу свежевыкрашенную оградку и памятник, на котором хорошо сохранилась старая фотография с надписью «Михайловский Кузьма Яковлевич». По всей видимости, похоронены здесь в 70-х годах прошлого столетия, что наталкивает на мысль о том, что 50 лет назад Чистополька была еще вполне жилым поселком или же доживала свои последние дни. Чем ближе знакомился я с историей села и теми немногими людьми, встречавшимися на моем пути, тем сильнее чувствовался контраст между настоящей и былой жизнью, ее укладом, воспитанием людей, их отношением к вещам, к труду, да попросту друг к другу. Забегая вперед, скажу, что я даже представить себе не мог, насколько сильным в эмоциональном плане окажется для меня это путешествие во времени. Время, между тем, неумолимо забирало сегодняшний день. Пора было возвращаться назад и обустраиваться на ночлег. Бесконечно тянущаяся дорога, заманивающая все дальше и дальше, так и не привела меня никуда. В этой части села сегодняшнего примечателен лишь тот домик у ручья, который первым встретился мне на пути. С дороги казалось, что дом этот заброшенный и нежилой. На деле же выяснилось, что хозяева у него есть и время от времени сюда они приезжают, о чем свидетельствует выстриженная лужайка перед домом, да несколько ульев с пчелами, обособленно стоящих неподалеку. Удивительно, что в отсутствие хозяев дома не наведывается судака с лапой, чтобы помочь им собрать вкуснейший мед, производимый трудягами-пчелами. Ведь место, где находится домик, уединенное и расположено неподалеку от осинового лесочка, отделяемого от дома густым кустарником. Идеальные условия для жизни и обитания хитрого любителя бесплатного меда. Оставшиеся до заката несколько часов провел я погруженный в бурный поток мыслей, любуясь и наслаждаясь нерисованными пейзажами, расслабляющимися звуками небольшой речушки, рядом с которой я встал на ночлег, да волшебной, сказочной тишиной, окружившей меня со всех сторон. Завтра будет интересный и насыщенный день, который, быть может, даст ответы на те многие вопросы, которые рождаются в голове, и на которые не может ответить ни популярный и всемогущий гугл, ни скудная информация библиотечных фондов, к которым так много раз обращался я в попытках найти ответ на вопрос. Так или иначе, но основная причина все же кроется в нас. Поколению современному неинтересны заросшие высокой травой места былой жизни, где нет интернета и мобильной связи. Вот и получается, что история, хранимая в воспоминаниях людей, связанных с такими местами, с годами безвозвратно утрачивается, унося с собой секрет свободной и вольной жизни, которую так долго искал человек и которая неугодна высоким чинам и вершителям человеческих судеб. Субтитры создавал DimaTorzok